В продуктовых магазинах настоящий ажиотаж. В последние выходные перед Новым Годом люди ринулись за покупками. Чем будут украинцы угощать гостей и сколько готовы на это потратить? За продуктами отправился и наш корреспондент Евгений Анаприенко. Вот его репортаж. И этого с головой хватит для вкусного новогоднего стола, уверены самые маленькие покупатели. У взрослых списки куда серьезнее. Холодное будет, буженина будет, мясо будет, рыба будет, сало будет. Для вас что главное? Для меня, чтобы жена за столом была довольна. Еще пустые на входе, тележки в супермаркетах заполняются в считанные минуты. Людей примерно на треть больше обычного. Продавцы едва успевают всех обслужить. Одна голова хорошо, а две лучше. Сергей и Нина за покупками пришли вместе. Меню для новогоднего застолья рождается на наших глазах. Хорошая сырокопченая. Пусть будет чуть-чуть, но очень вкусная. Приедут дети, а значит и потратиться придется. Только на продукты уйдет около двух тысяч гривен. Копчености. Салаты готовим там какие-то с элементами экзотики. Был бы выбор, а деньги найдутся. От двухсот до тысячи гривен готовы сегодня оставить в супермаркете больше половины украинцев, утверждают социологи. Наверное, год был очень тяжелый, поэтому, знаете, в нашей славянской ментальности существует такое, что да, под Новый год можно и потратиться. Евгений вспоминает исследования 20-летней давности. Новогодние столы с тех пор изменились. И стоимость, и наполнение, как лакмусовая бумажка, алкоголь. Мы задали вопрос, что у вас будет на новогоднем столе? Большинство людей сказали самогон. А сейчас все-таки это шампанское обязательно, это все-таки мартини, это дорогие напитки, это коньяк, водка. Вместе с напитками кустарного производства отходит в прошлое некогда символ Нового года салат оливье. Мне кажется, уже оливье наелись, крабовых палочек тоже. Мы предпочитаем какие-нибудь овощи, может быть мясо, немножко рыбы, легкие закуски. И, ну, конечно же, ничего тяжелого. Это ночь. Ночью надо отдыхать. Но какими бы легкими не были закуски, а сумки с продуктами все равно будут тяжелыми. Не ходить за покупками на голодный желудок. Первое правило посетителя супермаркета как никогда лучше подходит и для предновогоднего шопинга. Это и время на другие хлопоты сэкономит, и деньги на подарки. Экономить на чем угодно, но только не на новогоднем столе. Лишняя копеечка для него найдется даже в самый страшный кризис. Хотя потом многое из приготовленного окажется в мусорном ведре. По подсчетам социологов, как минимум, десятая часть праздничного съестного так и остается невостребованной. Евгения Наприенко, Вадим Ревон. Подробности телеканал Интер.